Поездка ребенка в школу, считают сотрудники ГИБДД, должна быть безопасной. К несчастью, многие родители учеников об этом важном моменте забывают. Поэтому приходится регулярно напоминать. Достаточно часто мы устраиваем рейды в утренние часы и выставляемся возле общеобразовательных учреждений, чтобы посмотреть, как родители водят своих детей в школу. Поскольку достаточно большое количество ДТП у нас с детьми, и мы выявляем большое количество нарушений родителями именно, родителями-водителями, родителями-пешеходами. Среди родителей учащихся 21 лицея нарушителей оказалось много. Самое распространенное – переход дороги в неположенном месте. Подъехав к учебному заведению, взрослые ленятся пройти несколько метров до пешеходного перехода, подавая тем самым своему чаду не лучший пример. Пешеходный переход где? Для пешехода вон он. А вы не пешеходы? Нет, мы высадили вот сейчас машину, высаживали его. А дорогу перешли в неположенном месте и научили при этом своего малыша? Да первый раз об этом слышу. А почему? Мы дорогу не переходим, здесь заграждение, вы видите, там и там, мы не переходим дорогу. Это не проехали? Нет, это временная остановка. Конечно. Женщину убедили, что выйдя из машины, она стала пешеходом. Дама с собачкой пообещала исправиться, но к своему авто вернулась тем же путем. Однако главным объектом проверки госавтоинспекторов было наличие в машинах удерживающих кресел. Дети до 12 лет должны перевозиться только в них. Где у вас детское удерживающее устройство в машине? Детское сидение? Да, детское удерживающее устройство. За отсутствие детского удерживающего устройства на вас будет составлен институтный материал по статье 12.23.1 КОПРФ. Вынесен шраф в размере 500 рублей. С 1 апреля этот шраф будет 5000 рублей. Сумма, прямо скажем, не шуточная. Для справки, средняя стоимость удерживающего устройства в Иванове примерно 4000 рублей. Чем не экономия семейного бюджета? Не говоря уже о том, что безопасность ребенка бесценна.